Добрый день! Сегодня следующий раздел уроков про дистанцию. Мы сегодня говорим о средней дистанции. Средняя дистанция достаточно большое место занимает в отработке боксерских упражнений, в тренировках. Если многие боксеры предпочитают работать только на дальней дистанции или предпочитают работать на ближней дистанции, то мышцу боксеров работают на средней дистанции. Обе категории боксеров, которые предпочитают дальнюю и ближнюю дистанцию, они в любом случае рано и поздно оказываются на средней. Поэтому средняя дистанция представляет большое количество работы в реальных боевых ситуациях. Начнем мы с расстояния, которое находится до противника. Когда мы стоим с партнером, то на средней дистанции я противника доставил без подшаг. Вытягиваю руку по ударной части, голова и корпус. Вытянул, оставил в средней дистанции. Все, что дальше, это ударение ближе, соответственно, ближе к дистанции. Какие принципиальные здесь моменты? Если в классической стойке мы стоим более вытянутой, а руки у нас немножко приподнят, особенно лево, можно где-то позволить себе какой-то элемент ослабления, чуть ружку опустить и так далее, то в средней дистанции таких вольностей мы себе не позволяем. Нужно стать более закрытой, более фронтальной, потому что здесь удары, которые улетают со стороны противника, они достаточно быстро. Здесь можно просто не заметить. От одного удара начинаем уходить, улетает второй. Поэтому стойка более фронтальная раз и положение более закрытое. Стараемся по стороне контролируем, защищать себя от полноценной руками и передним плечом. Для наработки упражнений на средней дистанции мы используем такие варианты отработочки. Вот, начнем первый вариант. Противник работает в качестве иммунитета, он бросает просто одиночество удара. Мы с вами, готовим контратаку, делаем защитные действия. Под левой прямой мы начинаем варианты защитных. Кончики, нырки, оттяжки и так далее. Да, мы здесь варьируем, зависит от уровня вашей подготовки и так далее. Работа идет в основном за счет корпуса. Мы фактически стоим на ногах и постоянно работаем корпусом. Ставим поставочку, мы здесь нарабатываем. Сначала идет работа именно под левой прямой, под левую руку, чтобы немножко понять алгоритм работы. Следующий вариант работа, работа под правой прямой. Да, здесь то же самое, как средняя дистанция. Начинаем с подставочек и любой вариант защиты. Да, да, да. И постоянно стоим, не ждем противника и работаем корпусом. Отстачиваем. Первый вариант, когда немножко поработали. Когда немножко кониалгоритм поработал, защитных действий, мы очень аккуратно начинаем работать в контра-атакующей манере. Противник начинает работать кривой руку. Да, мы начинаем сначала защищаться. Четко себя почувствую и начинаем контра-атак. И так далее. Вот левую руку, чтобы немножко работать алгоритм, понять, как идет движение, откуда улетает удар. Все это у нас, еще раз напоминаю, происходит на средней дистанции. Теперь то же самое идет плод правой руку. То же самое, не торопясь. Мы это принимаем на подставку, и нам очень важно понять, куда противника попадает. Можно где-то принять налог, если это не жесткий удар, чтобы мы точно знали точку попадания и силу удара противника. Начинаем делать подставочки. Уплона и начинаем работать. И так далее. Вот по правой руке ее поработаю. Когда боксер более-менее начинает понимать, что от него требуется, он начинает работать минимальным головным шлеймом, мы добавляем контра-атаку. Получается, мы начинаем работать сиренино, но под один и шагу противника. По противнику начинаем работать левой рукой. Да. Раз. Раз, два. Сиренино. Раз, два. Раз, два. И пошел сиренцы определенный. Раз, два. Раз, два. И так далее. Мы начинаем уже аккуратно добавлять работать по два образа. Такую же работу мы проделываем под правой руке, под правой прямой. И так далее. Вот такой план работы. И, скажем, завершающий этап отработки у нас заключается в том, что противник начинает работать с двух рук, и его рукой правой, мы, соответственно, начинаем подратаковать серийно, то с одной руки, то с другой. Здесь мы с вами сегодня разберем, покажем отработку только от прямого удара. В реальной ситуации на тренировке эту задачу, есть смысл усложнять, добавлять удара снизу, сбоку. Но сейчас, чтобы было более-менее понятно и проще сказать, как нам было продемонстрировано, мы сделаем эту работу под одиночный удар. Вот основные варианты такого плана наработок очень эффективно использовать как раз для отработки средней дистанции. Еще очень важно использовать некоторые упражнения, которые мы сейчас в дальнейшем продемонстрируем. Первый вариант отработки, который советуем использовать для наработки средней дистанции, это работа в ограниченном положении. Например, первый новор у нас становится, на колени занимает такую позицию. Так как средней дистанции у нас идет очень много наработки именно корпуса, то второй новор аккуратно бьет прямой удар боковой в голову противника, второй новор защищается только корпусом. Либо руки у нас прижаты к голове, либо можно руки убрать за спину, зависимости от призатоки спортсмена и задачи, которые вы ставите на тренировки. Защищается, да, я стараюсь попасть в голову. Спасибо. Следующий вариант отработки, который следесообразно использовать, это работа с такими жесткими предметами, например, пластиковые палки. Основная все-таки работа идет у нас в защите на уклонной энергии. Поэтому очень важно вот эту вот наработку делать. Соответственно, для нее мы просто остановимся в стоечку на средней дистанции, проверяем, расстанем на противника, когда мы его подставили, и начинаем работать. Начинаем с уклончиком, я имитирую прямые удары. Чем хороши такого рода патажёры, что это нужно быть достаточно жестко, противника никакого вообще не представляет. очень здорово на средней станции. Следующий вариант работы, который мы советуем принять, это работа со связанными ногами В свое время старые тренера еще использовали методы, связывали ноги скакалками Сейчас есть специальный тренажер, который можно использовать от такого плана Потому что у нас должно сохраниться в этом же рассаде между ногами И человек, который делает наработку, мы ему ноги таким образом скрепляем Чтобы у него расстояние находилось между ногами примерно на таком уровне На все-таки ноги работают Сейчас мы просто отработаем одну серию, чтобы было понятно На средней дистанции Серия будет заключаться в проваливании У меня как соперника провалили левой рукой, правой рукой, левой рукой, левой рукой Еще раз провалили и боковой Легко, без акцента Не торгать пробу Хорошо 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 Вот такой тренажер достаточно важный для наработки средней дистанции И последнее упражнение, которое мы хотели бы показать В принципе мы остаемся в этом же положении С этим же тренажером мы переходим на мешок Итак, заключительное упражнение для средней дистанции, которое мы советуем передачке делать Мы совмещаем все варианты работы, которые вы рассмотрели Это работа с скрепленными ногами раз Это работа с вот такого рода плюшенными палками И работа собственно боксера на средней дистанции Сейчас мы будем отрабатывать комбинаторику Работу на средней дистанции плюс защиту Я буду стараться по боксера контратаковать Чтобы создать в реальной боевой ситуации Работу на средней дистанции плюс защиту